всех приветствую зрителей моего канала с вами анжелика сегодня вам хочу представить вторую часть моего моих картин оформленных в рамки и в этой части вы увидите как я обещала пейзажи натюрморты как вы видите вот перед вами красавица лежит люди животные в общем все остальное но здесь не будет теперь цветов картины будут исполнены как бисером так и крестиком также здесь будет еще и мозаика ну что начнем приятного вам просмотра и первая картина перед вами вот такая вот восточная красавица эта девушка вся выполнена в бисере вышивалась она вся по ключу но мне конечно здесь не нравится и почему я вот сейчас жалею почему я не поменяла бисер вот это вот пятнышко совсем просто она сюда не пишется выступает в общем бросается в глаза и ни к чему получается такой же бисер я поменяла в лице на более бежевый потому что если бы я оставила такой же это вообще была бы катастрофа уже не стала перешивать вот это вот пятнышко уже как есть так и есть все остальное вышито полностью по ключу на этой картине стекла нету она не под стеклом вот посмотрите поближе здесь много бисера металлик металлик цвет который начинается на 18 вот видите вот золотые серебро металлический и этот бисер немножко меня расстроил в том плане что он стал вот я вот к вам приближаю поближе и посмотрите он стал тусклым с него как сошло вот это вот золотое покрытие в общем немножко он конечно себя со временем ведет не в лучшую сторону этот бисер поэтому сейчас когда я вижу этот бисер в игрушках от волшебной страны его везде вкладывают я этот бисер стараюсь поменять потому что пройдет год другой и будет полное разочарование это я убедилась на этой картине вот такая вот рамочка она такая простая и в то же время непонятно то ли золотая то ли серебряная что-то между 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 золотом и серебром вот такая вот у меня получилась восточная красавица эта картина фирмы дано я сразу не сказала фирма дано на ткани габардин вот пойдемте дальше следующая тоже восточная красавица индианка индианка и эта картина от фирмы обрез арт выполнена на художественном холсте вышивка бисером ну что я могу сказать вышивать по холсту удовольствие еще то пальцы мои были исколотые все напрочь иголочка тяжело проходила через холст и все время она у меня оставалась в моих пальцах я ее покуда вышила ну я вам скажу это наверно первая и последняя картина от абрис арт в моей коллекции не знаю решусь ли я еще на такой подвиг конечно у них там шедевры очень красиво все и смотрится и ну не знаю конечно ощущение я помню и по сей день хотя бы хотя я и вышивала эту картину уже пять или шесть лет назад но тем не менее в памяти еще у меня осталось отшив она сама конечно очень красивая это ашвария рай индийская актриса кто увлекается индийскими фильмами вот такая вот красавица кстати у нее в одежде у нее в одежде тоже присутствует этот бисер 18 181 его номер и тоже я вот смотрю на него вам через камеру не очень видно а так вживую конечно цвет уже не тот бисером который был изначально хотя та картина у меня первоначальная под стеклом ой вернее без стекла а это под стеклом бисер себя одинаково повел что со стеклом что без стекла так что девочки имейте ввиду такую я вам рекламу сделаю на такой бисер чтобы вы понимали с чем имеете дело вот такая вот рамочка под восточные вензеля сюда она подходит мне кажется как нельзя лучше повторяет вот эти все узоры на картине вот такая красавица ой прошу прощения у вас немножко пошатнула полюбуйтесь на нее еще раз такая вот моя красота и пойдемте дальше продолжая тему женских образов покажу вам вот такую вот картину это не бисер это алмазная мозаика выкладка вышивка алмазами как ее только не называют в общем алмазка ой вот такая вот девушка эту картину выкладывал мой муж пробовал такое творчество как выкладка мозаики это конечно затягивает тоже увлекательно я тоже пробовала мне как сказать и понравилось и нет в то же время но вышивая крестиком и бисером естественно предпочтение я одам иголочки а не выкладки но поиграться вечер два можно это интересно тем более кто не занимается вышивкой для них это вообще наверно класс мужем ему понравилось и дети пробовали но я вам скажу здесь тоже не очень нелегко потому что вот я покажу вам поближе ее здесь кубики и надо следить чтобы кубик кубику все было ровненько за счет этого нож конечно все съезжает за счет этого надо уловить уголки что все равно и ровненько ложилась в этом и сложность потому что мозаика которая выкладывается кругленькими шариками она попроще они друг другу не прикасаются и она гораздо попроще чем выкладывать кубик квадратиками но вообще в целом картина очень красиво она мерцает такая красота получилась эффектная барышня черная красная перчатка очень красивая рамочка на ней тоже такая вот ненавязчивая ну по стилю она сюда идеально подошла и в цвет вот эта девушка еще раз скажу это эту картину мы купили на алиэкспресс эту мозаику и вот получился такой великолепный результат висит и радует ну что пойдемте дальше следующая картина это картина от золотого руно Диана она большая полностью в кадр не помещается но я вам ее покажу вот так вот таким вот образом как вы видите здесь натяжка у меня очень меня расстроила картина вставлена была в багет очень давно и то ли со временем то ли как то так получилось что я ее кстати пыталась распаковать заглянуть вовнутрь каким образом она натянута и получилось что сама вышивка сама девушка вот то что вышито она приклеена приклеена намертво к картону а вся вот эта вот ткань она просто в свободном полете нигде не натянута не вообще никак просто придавлена стеклом и все и поэтому я с этой картиной она мне очень нравится она висит но вот это оформление ее конечно меня немножко расстраивает и я все время думаю что мне с ней сделать то ли ее оторвать отпарить перестирать перетянуть и боюсь испортить саму работу само оформление конечно все полностью мне нравится все удовлетворяет и паспорту и вот это вот рамочка великолепная ну все отлично но почему ее не пристегнули не натянули не прибили вот как то я не знаю кстати оформляла я ее дистанционно это моя одна знакомая работала возле багетной мастерской и я ей передавала картины она отнесла в багет и там все оформили и она мне ее домой принесла поэтому как бы и сразу я этого не видела что настолько вот плохо это все сделано я же говорю со временем она как-то для отслоилась или ну не знаю в общем что с ней произошло но такая вот красавица диана от золотого руну вышла на восемнадцатом нет на шестнадцатом я сейчас смотрю здесь по моему шестнадцатый каунт сепия великолепная девушка вот вам поближе покажу мои крестики поближе посмотрите вот такая вот красавица очередная люблю я женские образы в вышивке у меня в запасах очень много чтобы там не говорили там по примете я не знаю таких примет в общем мне нравится я вышиваю приметы сказать чтоб я там очень сильно верю если сюжет не нравится без всяких заморочек беру и вышиваю собственно как и иконы есть девочки не вышивают покуда не возьмут там надо причаститься и у батюшки там разрешение я такого не делала поехала купила вышила все и все отлично спасибо смотрите какая красавица сейчас перейдем дальше следующая на очереди у меня вот такая вот красота вышивка бисером реплика от dimensions это эта схема была от фирмы дано по моему или краина моих мрий краина моих мрий наверное не буду вам брать потому что это было давно я точно помню что здесь бисер я подбирала сама от себя потому что ключа не было здесь просто было количество бисера номеров никаких не было подборка полностью моя вот смотрите что из этого получилось вот такая вот рамочка шикарная шикарная потому что здесь вместе все и в паспорту и само обрамление рамочка такая и не широкая сильно и не тоненькая и сюда подходит как нельзя лучше полюбуйтесь на нее поближе подборка по бисеру подборка по бисеру здесь я брала и золотой бисер перламутровые и стекло и вот то что в результате получилось конечно мне очень нравится оригинал от дименсенс вышивка крестиком этот японский сад очень он красивый естественно бисер не передаст того великолепия ну тогда я вообще когда вышивала эту картину вообще понятия не имела что такое есть такая фирма дименсенс и как-то это все проходила мимо меня вышивала запоем бисером вот такой вот японский сад следующая картина это картина вышивка крестиком по набору от фирмы джи сандэй я тогда покупала тоже давненько уже лет пять назад а может даже и больше она была очень дешевая и это одна из первых картин от китайского производителя с нанесенной конвой это была проба мне понравилось было интересно ее вышивать результат понравился вот такое оформление рамочка тоже идет сразу как с паспорту ну при вышивке знаете как вспомнила детство когда брала карандаши и разукрашивала вот по такому принципу когда заполняешь с нанесенкой картины сначала абракадабра вообще ничего не понятно фейерверк каких-то красок но потом когда начинаешь вышивать все приходит на свои места вырисовываются и клумбы и дорожка и деревья и домик в общем такая вот тоже классная картина отдыхалочка вышивала я ее такие картины с нанесенкой вообще могу везде с собой брать вышивать в любых условиях ничего здесь не нужно вышивая одной иглой заправила ниточку и пошла и пошла гулять вот такая вот получилась картина от джейсанды я ничего против не имею китайских наборов некоторые девочки скажут что фу-фу-фу ну это не про меня я люблю вышивать у меня тоже в запасах много китайских наборов я практически в каждом видео об этом говорю и вышиваю как оригиналы так и и реплики вот пойдем дальше еще один пейзаж не знаю как он называется не буду говорить но это схема тоже краина моих мрей потому что я вот точно помню здесь подборку по бисеру я тоже делала сама ключа здесь как такового не было все подбирала сама хотя я этого делать не люблю схема понравилась ну что ж пришлось подбирать и что из этого вышло смотрите вот такая вот рамочка шикарная она мне нравится вот паспарту как бы потертая вот смотрите ее поближе и в самом обрамлении вот такая вот она рамочка очень нравится ну я думаю и с подборкой бисера я тоже справилась вот такой вот получился у меня морской пейзаж еще в пару лежит к ней такая же схема ну не такая но тоже вот заборчик такая терраса столик стоит как у кафе у моря и она у меня уже тоже много-много лет лежит я не забываю я помню ну к ней никак руки не дойдут столько красоты столько всего хочется вышить что парная конечно я не знаю когда дождется своего времени я думаю когда-нибудь дождется потому что она мне тоже очень нравится все картины очень нравятся все все любимые вот такой вот пейзаж пойдемте дальше следующая картина на очереди это натюрморт вот такой вот натюрморт схема фирмы Дана это я точно помню вышивала я все по ключу вот такой вот паспарту вставила очень ярко и здесь сейчас бы я конечно такой не вставила но тогда что-то мне вот сильно хотелось чего-то такого вызывающий яркого броского я не знаю пришло мне конечно в ум сам фон зеленый ставить сюда такое оранжевое или темно-желтое паспарту ну как-то так вот такое у меня было на тот момент настроение что я решила оформить именно так вот такая вот рамочка вам поближе она с таким вот зеленым отливом паспарту бисер напоминаю вам по ключу вышивала ничего не меняла арбузы получились конечно очень прям сочные как настоящие подборка удачная белый бисер наверное здесь не очень конечно в тему ну не знаю в целом как-то вот как-то так ничего не меняла говорю вам еще раз вот такой вот получился результат сейчас бы конечно если бы вышивала эту картину однозначно поставила бы другое паспарту и наверное поменяла бы я этот белый бисер на более какой-то кремовый может там в тарелочке где-то оставила вот а на винограде так точно какой-то другой бы поставила бисер хотя я не люблю менять вот стараюсь придерживаться того как что рекомендует производитель но тем не менее бывают не то что нужно которое бросается в глаза и само по себе просится на замену ну вот такой вот у меня получился натюрморт в бисере и еще вот одна картина это картина от новой слободы эту картину сразу вам скажу вышивала не я но решила вам ее показать потому что покупала этот набор для своей дочки она начинала ее вышивать в итоге заканчивала бабушка картина интересная называется или город в луже или лужа в городе ну как-то вот так отражение города в луже ну такая вот тоже сама по себе очень яркая жизнерадостная картина вот такое вот оформление рамочка вот посмотрите и такой вот сюжет по краю идут домики разные разноцветные интересные вышивается полосочками то ли монастырский шов то ли назад иголка как-то вот так вот называет ну называется сама техника вышивки бисером вышивается они сложно интересно вот вот такая интересная работа от новой слободы вот я всем благодарна за просмотр пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока пока 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 пока